Прекрасная далёка Вепа, Тюмень, Омстон, первый человек на всю Сибирь. Наверное, в Европе, ко мне такое описание, в Европе тоже никто ничего близко подобного не создал. Вот. Я вас с ним знакомлю. Вот эта фотография делал всего дачи. Четырёхсоточная. У неё, правда, она приросла, я не знал ещё несколькими сотками. Вот так выглядит посёлок Черемушки. Единственный посёлок, может, в стране, где полностью утопают в этом, в огромных деревьях полностью. И на этом, и тут растут ещё его абрикосы, прямо на улице. И кто-то садил, хранятки они одичали, стали вот такие, но огромные деревья. Всё здорово, дух захватывает. Вот это отношение к ним. Особый город, городок. И, наконец, я вас с ним знакомлю. Не знаю, не помню, сколько ему лет, под 80. Я бы подарил эту книгу «Записки зачарованного сибирского садовода». Вот. А он, чтобы показать, что он тоже, мы одного с ним уровня, он, значит, демонстрирует книгу, которую он напечатал. Но, к сожалению, что это Мария Китера, что это, мы, в принципе, наши знания никому не нужны. Пока так. Вот. Все эти книги мои попали к этому, к президенту России, к президенту Белоруссии, ещё в нескольких этих высоких этих самых. Тишина. Вот. Теперь смотрите на эти абрикосы. Вот. Они в этом году у него мелкие. Так-то они огромные, а веточку или там несколько веточек подарил им и я. Я привёз с Юго-Украины, там, где проблемы тех, кто закатывает, что в трехлитровой банке половина абрикоса у него лазит. У меня измельчали, у него измельчали. И вы вот видите, а он ещё говорит, видел, ты, Константинечко, он у меня выражает, ты понял, что при таком выражае огромных не может быть. Ладно, будем ждать, когда будет маленький выражай, я опять поеду к нему. Теперь я ознакомлюсь с ним поближе. Это очень важный момент. Сказать почему. Он мне, пожалуйста, говорит, Константинович, а я фильм снимал. Да, ещё не было интернета, большой фильм у него, большой, двухчасовой, сняло телевидение. Вот, это, Абаканское. Значит, я снял про него фильм, я несколько статей напечатал, он у меня есть в книге, только в другой. И вот он мне говорит, перерыли весь интернет, меня Боддлера нет. Ему обидно было. И пошли мы с ним по саду. Ну, я на другой день, забегая вперёд, скажу, подсуетился, вызванил Абаканское телевидение, они к нему приезжали. Дальше не знаем. Вот он, это великий садовод, чёрная черешня, но они уже, как сказать, они съёжились, перевисели. Вот, ещё одно дерево, сейчас вам покажу. Жёлтая драгана, великолепная черешня, вот, ещё и великолепнее. А вот это вот особый случай. Я когда-то и возмущался, и восхищался. Тридцать лет назад я познакомился с его черешней, приехал к нему в гости, я новичок, почти новичок. Пятнадцать метров высотой, метров диаметра, это пень, я сфотографировал, вот, на днях. Вот, это, знаете как, такие деревья нельзя вырубать, ему надо было тут же предложить новый участок, выкупить всё, включая это дерево, на дерево повесить табличку, если кто-то подойдёт к нему, то есть обнести этим колючим проволоком, ток провести, а если кто-то всё-таки умудрится там, хотя бы веточку с него взять, кроме учёных, значит, это, сразу, это, вороноке, в тюрьму, вот так должно было быть. А когда эта черешня огромная заняла получастка, он её спилил, я представляю, какие слезы у него были. Вот. Посмотрите, это замена уже растётся. Вот, конечно, поменьше будет, стояли мы и думали, ну как оттуда снять черешней до середины достаёт, огромная лестница, стремянка, только до середины. Вот это кудесник, и это единственное, мы из нескольких, там, десятка деревьев, я за садом не считаю. Но ещё рядом с ними, вот, знаете, вот такой вот, покажу себе. Вот. А, то есть, фактически, если брать серьёзное, то это единственный сад Сибири. И не верьте, вам десятки сибирских плодопитомников, которые с магазином предложат черешню. И будут клясться, что это их черешня. Вот. Вот единственный черешний сад Сибири. И начало было из косточек. А почему? Достают меня, ребята, достают, и достают, и достают, и достают, что это самое. Вот везде пишут, что половина или полностью будут дички. Вот они, дички, посмотрите. Ещё не все. Вот. А это тоже из косточек. Как вам, дички? А? Вот. Ну и, наконец, познакомлюсь с новым участком. Сейчас посмотрим. Я на нём не был, я даже не знал, что он прикупил рядом. Он еле ходит. Его время, как садово, хорошо, у него есть сын Алексей. И он его вроде бы как, как у меня Сергей заменяет, не знаю. Вот смотрите. Он меня подъехал к этому дереву, уже на новом участке. Я говорю, в картиночном карте они могут быть крупные при таком урожае. Ну, согласитесь, что он волшебник. Вот. И что, когда я называю, я ему присвоил это. А, вот Иоанн Александрович, вам звание какое присвоил? У вас есть красный диплом. У вас есть диплом о повышении... Вы умудрились раньше диплома получить диплом о повышении квалификации вместе с профессорами и докторами. Было? Да. Мы ездили в этот, мы ещё есть, правильно? Мы ещё есть, а до этого диплома. А я вам свой, я сейчас специально договорю. У меня есть право, ну, как бы уже такого, старого, такого пахана, извините за выражение, садового такого монстра. У меня есть такое право давать эти самые. Я говорю, у вас долг, не должность, звание. Единственные выпускницы в России. Заметьте, в России не только это, аграрный инвестиционный. Ну, нет, если в России, то две такие. Ещё и с Юлием, это его. А если брать вторая, то это, как бы сказать-то. Ну, в общем, получается, вы, чтобы никого не убили, вы две, на всю страну, вы вносите звание выпускников этих самых, вам там, как это написано в дипломе, агроном или что там? Агроном, да? И вот два агронома на всю страну, это звание уже. Потому что, когда много, это не звание, когда вообще двое, которые умеют выращивать сады. И гордитесь этим. Вот. Вот я что хотел сказать. А со стариков мы же уходим. Вот. Ну, образно говоря. Потому что, возможно, он последний раз по этой лестнице поднимался минут пять. Вот. Показать мне. Вот. Самое интересное, что он-то не выдержал, а упал я. Несколько ступенек скатился. Но у меня тоже проблема. Уже упал я почему-то. Вот. И вот, значит, я его называю лучший садовод-любитель всего Советского Союза. Я это звание ему присвоил давно. И с тех пор, до сих пор, смотрите на это чудо. А вот это высокая награда должна быть. То есть, если когда-то Бородичу дали орден за достижением садоводства, но ему дала советская власть. А сейчас, вот. Что? Его и меня все ждет. Смотрите. Он вырастил, довел уже... Это двух-трехлетние абрикосы привитые. И он их довел до полудошения даже. Почему они... Сейчас следующий этап топор. Та же самая проблема. Переросли. Я еще думаю, вот кто-то же... Я же не зря съездил к нему. Он мне по телефону сказал, Константинович, про меня никто не знает. Я срочно, вначале я, потом телевидение вызвонил. А они говорят, у нас, мы можем там, в новостной передаче полторы минуты, да? Это все, что они могут. Сейчас же каждая минута это все еще. Не вот этим знания кому-то нужны, бода. А деньги за каждую минуту. Когда-то было, я договорился с этим самым. Что я буду на фестивале выступать, пригласите телевидение. Это я говорю, я же женя. Я не привык без телевидения. А куда я не приду, из-за телевидения. Бывает только это. Или по моему звонку, или вообще. Мореоприятие крупное. Я говорю, мне надо, чтобы я буду выступать с докладом. С лекцией фактически. Минут на 40. Мне надо, чтобы все это телевидение засняло и показало всему Красноярскому краю и Хакасии. Так? Вот. Они мне ответили. Минута 5000. Вот как у меня сознание все. Ладно, обидно. А его знаете, как обидно? Человек обещал все это выкупить, вывести в Красноярске. И последние минуты отказался. А уже все время упущено было. И они лишний год поросли. А растут как сумасшедшие. И теперь, что еще сейчас растут. Растут и растут. И теперь что надо будет брать? Топор. А я еще думаю, на вебинаре я нафотографировал. Вот сейчас сижу я с вами думаю. Может быть осенью кто-то переросшее купит. Сильнейшая обрезка при пересадке. Аккуратненько. Может все-таки спасут. Ну, неужели вот это людям не надо? Я уж не говорю о том, что у него еще есть вот эти мои. С Украины которые. Ну, ладно, я уже про это рассказывал. Смотрим дальше. Захожу я в интернет и набираю сюда вот Ботнер. Моя статья рядом с Великим. Вот фотографию, которую я делал. Но это уже дерево поменьше. Это уже не то, которое метр в диаметре. Валерий Железов и Борис Ботнер выращивают черешню в Сибири. Ну, это про нас кто-то писал. Про нас двои. Вот. И еще где-то тут вот Ботнер, картинки, одна-две. Все. А знаете, все было, это обида. Почему еще я все время, ну, пинаю, пинаю. 20 лет назад, 25 лет назад к нему приезжали ученые и говорили. Дайте нам черенки, дайте нам косточки. Дайте черенки, да. Да мы сейчас, да мы. Да вы будете увешаны дипломами и сертификатами. Вот. Он еще несчастный, лет пять назад еще с обиды вспоминал это. Как ему это, лапшу вешали. Вот и все. Ну, и я еще одну фильм про него снял. Это, ну, в общем, это была выставка, я на выставке. Как мог еще. Потому что плоды, которые возле него, и таких нет ни в этого института. Я по секрету давай. Вы-то, а, вы тоже больше меня не знаете. Видела, что таких плодов нет. Вот именно. Вот его все цена. Ну, я теперь высказался, мой долг выполнен. Может, хоть кто-то спасет эти, от топора. А, может быть, и сейчас не поздно к нему приехать. Красного далека Голос утренней в серебряной рассе Слышу полосы вонящая дорога Кружит голову, как в детстве карусель Голос утренней в серебряной рассе